залежи моих остатков пряжи стремительно тают и появляется вот такая красота девчонки кто хочет избавиться от бесхозных недовязанных клубочков повторяйте за мной сейчас все расскажу всем привет девчонки с вами юля и мой факультет рукоделия вот такую красоту я навязала сегодня как вы видите эти цветочки уже готовы расположиться на готовом кардигане сегодня я хочу вам показать мастер-класс по созданию вот таких цветочков объемных для модного на данный момент кардигана среди молодежи среди детей подростков а в следующем видео я вам расскажу про кардиган покажу как быстро сделать расчеты где какие в модели у меня особенности и нюансы то есть все в следующем уроке и давайте перейдем уже к мастер-классу хочу вам показать цветочек поближе связаны эти цветочки все из плюшевой пряжи но так как плюшевую пряжу очень сложно будет использовать мастер-классе вы ничего не поймете ничего не увидите поэтому я возьму другую пряжу на которой будет все видно и понятно итак девчонки начинаем я взяла вот такую пряжу это али завана катон из которой я вязала сам кардиган но и делала на низ на некоторые цветочки серединке а для цветочков я такую пряжу не брала раз я уже решила использовать плюшевую то есть все цветочки у меня плюшевой и так поехали то есть мы с вами должны набрать сначала цепочку из 6 воздушных петель сделали узелок раз два три 4 5 6 теперь мы эту цепочку замыкаем в круг в первую петельку вводим крючок достаем оттуда петельку и соединительную соединительный столбик делаем все вот у нас кружочек теперь нам с вами нужно сделать арочки которые будут основанием для каждого лепестка две петли воздушных набираю в кружочек и столбик без накида то есть получилось такая вот ведь еле-еле заметная маленькая арочка снова 2 петли в кружочек это 2 арка 2 петли 3 2 петли 4 столбик без накида 2 петли 5 и 2 петли 6 я надеюсь тут все понятно все вот они эти арочки сейчас мы будем их искать ищем первую арку и начинаем вязать первый лепесток вот она 1 арка то есть вот эти две петельки воздушных заводим крючок в арку достаем ниточку и делаем соединительный столбик для того чтобы нам с вами перейти в эту арку дальше вяжем несколько воздушных петель я вязала 5 то есть вы потренируетесь посмотрите если вам захочется побольше цветочки лепестки вернее побольше здесь петелек наберите поменьше поменьше соответственно до делаем накид и снова заходим в арку достаем ниточку и вытягиваем длинную длинную петлю вот здесь вот хорошо подтягиваете ниточку чтобы она была вровень вот с этими нашими воздушными петлями это у нас высота лепестка 2 накид и петля 3 накид 4 накид вот здесь когда накид делать и придерживаете чтобы он у вас не съезжал и не уменьшался по крючку так я сбилась со счету по моему это 6 всего надо 8 7 и 8 если я что-то пропустила имейте ввиду должно быть примерно 8 накидов точно также смотрите по своей пряжи хочется сделать больше делайте больше меньше значит меньше сделали соединительный столбик видите вот тут вот и у нас получился лепесток теперь нам с на с вами снова нужно вернуться вот сюда карочка делаем 4 или 5 воздушных петель сколько у вас там было набрано столько же здесь делаете и в эту же арку делаем с и не соединительный столбик все ищем следующую арку для следующего лепестка переходим в нее точно также делаем соединительный столбик и уже от этого соединительного столбика набираем петли для высоты лепестка 5 я набрала снова накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 накид 5 накид 6 накид 7 вот тут могут у вас крайние петли которую вы сейчас набираете уменьшаться да вот вытягивайте хорошо чтобы они были примерно все равно одинаковые и 8 по моему да это говорилось все сделали 8 вот этих вот воздушных столбиков подхватили ниточку и протянули сквозь все столбики вот все что у нас было на крючке все мы вот на одну петельку вывели да и теперь мы все это закрываем провязываю одну воздушную петлю далее чтобы спуститься сюда снова вяжем 5 воздушных петель и в этот же столбик делаю соединительный соединительный столбик все снова переходим в следующий и вяжем следующий лепесток давайте я уже не буду вязать все шесть лепестков я думаю на 2 лепесточков пример вам понятен сейчас я свяжу вернусь к вам и так шестой лепесток у меня почти довязан то есть я сейчас точно также вяжу 5 воздушных петель возвращаюсь в этот в эту же арочку делаю соединительный столбик и где-то вот здесь вот еще один соединительный столбик сделаю для того чтобы закрепиться все цветочек у нас готов обрываю ниточку и вытягиваю затягивая узелочек чтобы цветок у нас был более-менее такой пышненький вот эти вот лепесточки можно подправить и вывернуть так сказать на одну сторону то есть видите я вот так вот их выворачиваю здесь они получаются пухленькие а с этой стороны уже такие более плоский вот выворачиваем цветочки лепесточки то есть и сейчас еще мы с вами свяжем серединочку все вот такой вот пышный пухлый красивый цветочек у нас получился девчонки скажу вам сразу если вы соберетесь прям сходу взять плюшевую пряжу и попробовать связать умоляю вас не делайте это потренируйтесь вот на такой пряжи простой в которой видно будет все петельки все столбики и уже после того как вы набьете руку берите тогда плюшевую пряжу если вам захочется потому что я вязала свои цветочки буквально на ощупь потому что из-за вот этого плюша там ничего не видно ни столбиков не петелек вы не найдете совершенно видите совсем непонятно что где кто и давайте свяжем серединку цветочку взяла белые нитки в два слоя потому что мне кажется они потоньше чуть-чуть оставляем хвостик нам надо будет привязываться к цветочку вяжется серединка по принципу лепестка то есть вот мы с вами завязали узелок делаем 5 воздушных петель 45 и начинаем набирать точно также в 8 воздушных столбиков с накидом так 23 видите вот последняя она короче короче становится и с каждым воздушным столбиком все короче и короче 45 их вытягиваю 566 можно на 6 остановиться если у вас цветочек не сильно большой в общем смотрите сами решайте сами и 8 до 8 думаете сами решаете сами так но вот все закрываю лепесточек и обрываю ниточку точно также с этой стороны мы оставляем хвостик для того чтобы к цветочку привязаться вот такая получилась у меня серединка тоже также я ее вывернула чтобы здесь была плоская здесь пухленькая все приставляем цветочку и вот эти вот хвостики выводим на изнаночную сторону раз и второй хвостик смотрите чтоб он примерно напротив был захватываю ниточку и вывожу сюда теперь можно вот эти ниточки завязать между собой цветочек немножко под соберется к серединке и сама серединка привяжется вот смотрите какая красота получилась завязываю на узелок и дальше смотрите либо вы этими же веревочками привязывайтесь к изделия до то есть пришиваете вот за эти хвостики ваш цветочек либо обрезаете их покороче все здесь красиво прячете да и уже тонкими швейными нитками пришиваете ваш цветочек к изделию посмотрите какая получилась красота уверена у вас все получится вы навяжите таких цветочков и порадуйте своих дочек внучек племянниц как я в моем случае то есть это племянница мне заказала такой кардиган а следующем видео смотрите как связать кардиган для таких цветочков а еще мне сейчас пришла в голову людей что из вот этих тренировочных цветочков я могу сделать резиночки для маленькой племянницы то есть сейчас я вот сюда это все привяжу или пришью посмотрим прям за хвостики можно ведь это сюда просто привязать к резиночкам посмотрите вот будет вот такой вот красивый цветочек резиночка на голову так наверное сделаю так что вы тоже принимайте если вам это подходит я надеюсь вам понравился мой мастер-класс и все было понятно если что пишите все свои вопросы в комментариях под этим видео не забывайте ставить лайки и подписываться на канал у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока